Разрешите чуть-чуть задержаться на актуальности данной темы. По данным, это вторая, современный период развития клинической онкологии характеризует совершенствование организации диагностики и лечения опухоли, что обеспечит возможность применения органосохраняющего лечения. С этим связано и органосохраняющие, и функционально щадящие лечения становятся приоритетом научного и практического направления клинической онкологии. Тальнейшее развитие этого направления, связанное с внедрением высокоточных медицинских технологий, поставило перед онкологом задачу расширения возможности метода улучшения результатов лечения и реабилитации больных, в том числе и путем разработки щадящей хирургической методики. Опухоль основания черепа составляет небольшой, от 2 до 5% от всех на образование, но все же значимый процент всех этих интраэкстракрайных опухолей. Общее число таких больных имеет неуклонную тенденцию к росту. Это обусловлено в первую очередь общим повышением доли злокачественного образования ввиду увеличения продолжительности жизни популяции разных стран. По данным авторов, за последние 15 лет заболевание с раком слизистой оболочки полости рта, глотки, картани, носоглотки, ротоглотки возросло до 15-17%. Около 90% этих больных – это люди работоспособного возраста. И несмотря на так называемую визуальную локализацию данных новообразований, 60-70% больных поступают на лечение с местно распространенным опухолевым процессом 3-4 стадии. Сил биологической агрессии, неопластический потенциал опухолевого патоморфоза, распространившийся на низких регионах, вторично поражая основания черепа, приобретающие злокачественный характер роста, опухолевое поражение нескольких анатомических регионов, грубое увеличение на неопластические процессы черепно-мозговых нервов, магистральных сосудов, интерхроняне распространенного образования с компрессией тканей головного мозга затрудняет выполнение радикальных хирургических вмешательств с удалением пораженных тканей в едином блоке. Такие хирургические вмешательства не только могут обусловить выраженный неврологический дефицит, но и ввиду образования обширных крайнефациальных дефектов, часто несовместим с жизнью. В связи с этим частота послеоперационных осложений составляет от 18 до 60%, а послеоперационная литарность доходит до 5%. Одним из путей улучшения результата хирургического лечения пациента с экстра-интерхроняным гипероскулизированным образованием различной гистологической природы является совершенствование методов эндоваскулярного лечения с целью повышения радикальности операций, снижения их риска и улучшения функциональных рисков, увеличения показателей выживаемости. По мнению большинства авторов, эмболизация собственной сосудистой гипероскулизированных с новообразованием не только снижает кровопотерю, но и риск открытого хирургического вмешательства. Она признана полезным методом лечения богатых кровоснабжаемых опухолей экстра-интерхроняной локализации. Цель исследования – улучшение результатов лечения больных с новообразованием основной черепа путем разработки оптимования тактики и комплексного применения суперселективной химиобилизации гипосфера, адсорбированных противоопухолевым препаратом. Для решения этой цели были поставлены следующие задачи. Задача первая – разработать рациональную методику суперселективно-эндоваскулярной эмболизации опухолей основной черепа гипосферы плюсов противоопухолевый препарат. Оценить эффективность интерартериальной суперселективной эмболизации микросферы адсорбированных противоопухолевым препаратом при различных типах опухолей основной черепа. В нашем институте было проэмболизировано 58 больных с 2012 по 2016 годы, находящихся в институте поляна. Назофорингальный рак – 30, рак верхний челюстопазов – 20, метастаз меланома – 98 человек. При назофорингальном раке после химиоэмболизации в 40% случаев опухоль уменьшалась более чем на 50%. Им не проводилось хирургическое лечение. В 100% случаев удавалось остановить носовое кровотечение из опухолевой ткани после химиоэмболизации. В последующем всем больным выполнено общая химия и лучевая терапия. Через 2 месяца проводилось контрольное компьютерное и МРТ-исследование. Во всех случаях наблюдалось в той или иной степени некроз опухолевой ткани. В двух наблюдениях через 6 месяцев отмечался рецидив, который проявлялся кровотечением и проводилась повторная химиоэмболизация. Низкодифференциальный рак носоглотки обильно накапливающий контрастный препарат. Собственность сеть опухоли. На одном больном выполнялась эмболизация гипосферы плюс противопухоли препарат. После операции сразу удалось полностью эмболизировать собственность сосудов сеть опухоли. Через два года отмечается уменьшение опухоли контрастный препарат не накапливается. Больной до сих пор жив и проводит каждые три месяца исследование. Рецидивание отмечается. Больные с раком верхней челюстной пазухи поступали в основном с носовым кровотечением. После химиоэмболизации удавалось во всех случаях остановить кровотечение. При моноэфферентном питании опухоль в 70% наблюдениях через 6-10 месяцев после химиоэмболизации и курса общих химо- и лучевой терапии опухолевая ткань не визуализировалась. При полиэфферентном питании через 6-10 месяцев после химиоэмболизации отмечалось уменьшение опухолевой ткани более чем на 50%. С умеренным накопливанием контраста таким больным проводилось повторная химиоэмболизация курс общей и лучевой терапии. Низкодерфинционный рак левой гайморовой пазухи Прорастающая полость носа, КТ данный, она также проникала в орбиту. Собственная сеть опухоли, которая также проводилась химиомобилизацией гипосферы плюс противопухолепрепарат. Полное выключение собственной опухолевой сети. Через 10 месяцев этот больной не подвергался хирургическому лечению. Отмечается полный регресс опухолевого процесса. Все больницы с метастазом меланома полость носа поступали с носовым кровотечением. Ими проводилась химиомобилизация гипосферы химиопрепарата. Сразу после операции отмечалось прекращение кровотечения. На 7-10 день после химиомобилизации начиналось отхождение некротизированных фрагментов опухолевой ткани. В результате восстанавливалось носовое дыхание. При контрольных КТ и мертвый исследований через 2 месяца опухолевой ткани полость носа не визуализировалась. Рак меланома полость носа, обильно кровоснабжающий контрастный препарат. Собственная сеть опухолей, которая проводилась также эмболизация гипосферы плюс химиопрепарат. Полное выключение опухолевой собственной сети из кровообращения. И через 2 месяца отсутствие опухолевого процесса на носовой полости. В течение этого периода нами разрабатывалась методика по эмболизации. Первый этап у нас проводился при помощи... Можно остановить? При помощи клеевой композиции гистокрил-лепейдол. В данном случае мы наблюдали, что в основном эмболизировался тот сосуд, по которому мы работали. Но питание опухолевой ткани продолжалось через второстепенные сосуды. И так как адгезивный материал не попадал в опухолевую ткань. В последующем мы начали вводить эмбосферы 300-800 микрон. Здесь более лучший результат. Кроме как эмболизировал сосуд, нам удавалось эмболизировать... Можно остановить. Нам удавалось остановить еще небольшую часть ткани опухоли. Но питание опухоли процентов 80-70 сохранялось, за счет второстепенных сосудов. И уже модифицирована нами технология. Это гипосферы 25-50 микрон. Они проникали во всю ткань опухоли. Можно остановить. Чем эта методика интересна? Тем, что гипосферы адсорбируют на себя химиопрепарат. И когда попадает в биологическую ткань, через 3 дня начинает выделять, разрушается мембрана и начинает выделять локально максимальную дозу химиопрепарата. И сам диаметр микросфер позволял нам более углубенно в опухолевую ткань нагнетать данный химиэмболизат. Достигалось тем, что после удаления опухоли отмечалось, что некротизированная опухолевая ткань полностью некротизируется, потому что прекращается кровоток в ней, вызывается инфаркт опухолевой ткани. В последующем течение 30 дней идет разрушение гипосфер с дозированным выделением химиопрепарата локально. И третье, мы также прикрываем крупные сосуды, которые участвуют в питании данного опухолевой ткани. И заключение. Предоперационное внутрисосудительство и мемболизация гиперэсклюзивных образований позволяет облегчить ход оперативного вмешательства, снизить его травматичность и риск большой кровопотери. Методика мемболизации гипосферы 25-50 плюс противопухолевый препарат может быть применена для лечения новообразований как самостоятельное лечение. И в заключении своего доклада разрешите мне закончить доклад словами Валаваница, шведского хирурга. Современным подходом лечения является мемболизация всех новообразований, у которых имеется собственность сосудистой сети. Данная мемболизация может явиться как вспомогательным методом лечения, предшественным прямым хирургическим вмешательством, так и самостоятельность способом лечения. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ